В железнодорожном районе недалеко от остановки Большая столкновение Тойоты Дюны и Лексуса привело к многочасовой пробке. В оживленном потоке автомобили двигались во встречном направлении. 44-летний хозяин внедорожника ехал во втором ряду со стороны аэропорта. Мужчина спешил на работу. Он – коммерческий директор одного местного предприятия. По словам горожанина, шофер грузовика неожиданно частично выехал на полосу встречного движения. Автолюбитель начал притормаживать, отчего Тойоту еще больше заносило на чужую половину дороги. У владельца Лексуса с 19-летним стажем вождения не было возможности перестроиться в первый ряд, поскольку тот был занят другими участниками движения. Произошел удар, в результате которого и этот серебристый автомобиль оказался на встречной полосе, практически перекрыв один из рядов. Шокированный водитель Тойоты с 17-летним водительским стажем винил в ДТП третьего автолюбителя, который якобы подрезал его, а после скрылся с места аварии. Искавший справедливости, 41-летний мужчина негодовал и намеревался разыскать недобросовестного водителя. Надеется он и на помощь очевидцев столкновения. Водитель Лексуса версию о третьем участнике ДТП опровергал. Коммерческий директор считал, что шофера грузовика никто не подрезал, а рассказанная оппонентом история – лишь попытка избежать немалой материальной ответственности. Владельца дорогого внедорожника поддерживает и свидетель, ехавший позади дюны. Хозяин Лексуса был особенно расстроен аварией. Он планировал отправиться с семьей на отдых. Теперь же поездку придется отложить до окончания ремонта. Обе иномарки застрахованы. С места происшествия Юлия Зима и Андрей Алферов.